4-й Всероссийский конгресс по легочной гипертензии проходил 15 и 16 декабря в Москве. Он был организован в соответствии с планом научно-практических мероприятий Минздрава, Российским кардиологическим научно-производственным комплексом, Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии и Российским научным обществом по изучению легочной гипертензии. Основная цель конгресса – консолидирование всего сообщества специалистов в области легочной гипертензии для обмена новейшей профессиональной информацией с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным легочной гипертензии и снижения заболеваемости и смертности населения от легочной гипертензии. Конгресс по легочной гипертензии проходит ежегодно. К 4-му форуму обозначились определенные прорывы. У нас появилось очень много эффективных лак-специфических препаратов, те, которые как раз воздействуют на основные гипотогенетические мишени болезни. Таких препаратов становится все больше и больше, и у нас появляются новые возможности, и это было отружено в работе нашего конгресса. Вообще, если говорить о легочной артериальной гипертонии, это достаточно локальная проблема, но она является актуальной по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на свою редкость, всего 97 случаев на миллион населения распространено с легочной гипертонией. Смертность у этой категории пациентов очень высока, и смертность у отдельных пациентов с легочной гипертонией сравнима с таковой у больных с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Достижение даже не последних десятилетий, а последних нескольких лет – это внедрение высокотехнологичных методов лечения больных с различной формой легочной гипертонии. Это и денервация легочной артерии, о чём говорили наши коллеги из Новосибирска, профессор Чернявский. Это и балонирование легочных артерий. Законодателем МОД в России в этом методе лечения является кардиокомплекс, и профессор Данилов показывал наш результат очень хороший. Практически мы достигли у некоторых больных полного излечения на фоне применения этих методов лечения. Конечно, эндортероктомия. Она давно уже применяется за рубежом, но в России, Новосибирск и наш центры являются основными центрами, где проводятся эти виды оперативных вмешательств. На 4-м конгрессе по легочной гипертензии была представлена инновационная отечественная методика ангиопластики легочных артерий. Мы терапевты и кардиологи, инвазивные кардиологи в одном лице. Мы не рассматриваем этот метод как альтернативу кому-то, какому-то из известных уже, да, других методов лечения легочной гипертензии. Мы его рассматриваем как подспорье, да, и в качестве комбинации. И с хирургическим лечением, поскольку часто этот метод применяется у больных, с резидуальной легочной гипертензией после тромбоэндортероктомии, либо у пациентов, у которых высочайший риск проведения оперативного лечения, для подготовки к этому лечению мы его используем. Очень широко мы применяем лакоспецифическую терапию в комбинации с этим методом. Всё это вместе даёт прекрасные результаты. В преддверии Нового года мы попросили главного организатора и идейного вдохновителя Конгресса высказать пожелания коллегам. Хочу своим коллегам пожелать здоровья, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, чтобы все невзгоды их миновали. Сейчас очень сложный период. Период реформ, изменение каких-то приоритетов и в медицине тоже. Я хочу пожелать и себе, и всем врачам, чтобы те изменения, которые проходят сейчас и в медицине образовательной, и в медицине лечебной, были только нам на пользу. Я очень на это надеюсь и желаю всем удачного 2017 года. Говорят, что он будет проходить под годом красного петуха. Я очень надеюсь, что этот петуху будет добрый, не будет заклёвывать нас представителей медицинского сообщества. Здоровья вам и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok